Надеюсь, пока дорогу только привели немножко в порядок. Поездка Путина в Мариуполь в марте 2023-го. Видео, опубликованное прокремлевскими ресурсами, начинается с того, что российский президент за рулем автомобиля ночью едет по разбитой дороге. В кадр не попадают разрушенные здания, которых в Мариуполе большинство. Путин гуляет по единственному частично отстроенному микрорайону города и посещает Мариупольскую филармонию. И все это под крики горожан, которые позже вырезали из видео на кремлевских ресурсах. Второй этаж, нех первый этаж. Нравится? Теперь глава Кремля отправился в Ростов-на-Дону снова ночью и без узнаваемых локаций в кадре. На видео с ним начальник Генштаба Вооруженных сил Федерации Валерий Герасимов. Зачем такая таинственность при посещении российского города – загадка. Кроме единичных вояжей на временно оккупированной России территории и в российскую провинцию, Путин может себе позволить поехать только в те страны, где его не арестуют по ордеру Международного суда. Российская агрессия против Украины в 2014-м, аннексия Крыма, оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей, отдалили президента РФ от цивилизованного мира. Начало полномасштабной войны против Украины сделало его изгоем. А решение суда в Гааге перевело в разряд международных преступников. Однако в Кремле все еще пытаются реанимировать имидж Путина. Пусть и исключительно для внутрироссийского употребления. Зачастую безуспешно. Все это лишь отдаленно напоминает то, что делает Зеленский. И поэтому очень карикатурно выглядит Путин на этом фоне. Может быть он выглядит как значимый лидер других держав, как соответствует лидеру одной из глобальных держав. Но нет. И тут он едет на поклон в Пекин, в общую солянку, встречаться наряду с другими лидерами на праздник жизни Си Цзиньпина. Ведь Путин уже давно не лидер глобального государства. Россия оставалась великой лишь на карте. И по инерции в международной политике, пользуясь наследием Советского Союза. При этом украинское руководство регулярно посещает населенные пункты вблизи линии фронта. Владимир Зеленский приехал в Ферсон сразу после деоккупации. Эти кадры опубликовали все мировые СМИ. Днем окруженные местными жителями глава украинского государства идет по освобожденному от российских оккупантов городу. Награждение военных вблизи передовой, совещание в штабах на линии фронта. В отличие от российского высшего военно-политического руководства, ни президент, ни украинские генералы не прячутся по ночам в неопознанной местности. Из последнего главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с командованием украинских войск, которые ведут бои на самом горячем, авдеевском направлении. Вместе с командой в Херсонской области в Николаеве много задач. Совещание с военными, главком Залужный, руководитель генштаба Шаптала. В эти дни российские потери действительно впечатляют. И именно такие потери оккупантов нужны Украине. Путин на сегодняшний день – это король, который голый. А Украина – это мальчик, который показал пальцем и прокричал это очень громко. Путин пытается имитировать свою геополитическую состоятельность. На самом деле, ведя себя как геополитический наркоман, продавая за бесценок все, что накапливалось многими поколениями россиян, миф о великой России, о великой российской культуре, о ее гуманизме, те геополитические приобретения, которые были у России, да в целом он сейчас теряет и уважение, и все остальное, что фактически и формировало Россию, которую мы знали. Все попытки Кремля сохранить имидж Путина тщетны. Пока Владимира Зеленского аплодисментами встречают мировые лидеры, кремлевский диктатор в лучшем случае может рассчитывать лишь на рукопожатие таких же изгоев. Лариса Зубенко для телеканала Freedom.